СПОНСОР ВЫПУСКА IQ OPTION Бинарные опционы для каждого. Начни зарабатывать уже сегодня. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Добра и Позитива и я, Сергей Симонов. И в сегодняшнем выпуске хочу, наверное, такой ролик записать, как выбирать подарки. Потому что впереди праздники, ну и новогодние, и все остальное. И пора уже задуматься над тем, как правильно выбрать подарок, кому что подарить и кому что презентовать. Я, знаете, вот в этом выпуске буду лишь основываться на своем, как бы, таком скромном опыте. И готов, в принципе, поделиться им с вами. Начну, наверное, с того, что вот у меня недавно тоже был день рождения. Было, ну, сколько, человек 15 было, наверное, гостей. Конечно, каждый из пришедших пришел с подарком. И что я хочу заметить, да, то, что из года в год, чем старше я становлюсь, тем подарки, те, которые мне дарят, они как бы в тему, да. Ну, во-первых, это связано с тем, что все-таки круг тех людей, которые со мной общаются, тот, как бы, круг моего общения, он прекрасно знает, кто я, что я, чем я занимаюсь, какие у меня потребности, что я люблю, что мне нравится. И, исходя из этого, выбирают подарки. И, вот, буквально на последнем дне рождения, в принципе, все подарки были в тему. Я что хочу сказать? То, что на протяжении, вот, всей, например, моей жизни, да, там, студенчества, там, армейской жизни, там, юности, молодости, подарки были разные. Подарки были и нужные, и бестолковые, которые тут же передаривались, которые, там, кому-то отдавались, кому-то просто, там, не знаю, там, да, и порой даже выкидывались, если честно. К бесполезным подаркам, вот, если честно, я отношу, ну, вот, лично мое мнение, да, это всякие вещи, связанные, например, с, ну, например, с ненужной парфюмерией. Потому что, вот, чем старше становишься, да, тем, вот, вырабатываются какие-то свои вкусы, какие-то свои приоритеты в том или ином, например, парфюме, да, то есть, те люди, которые меня давно знают, то есть, они либо у меня, либо, там, у супруги спрашивают, там, Сергей вот это любит, ему это подарить, как к этому он относится, то есть, как бы, ну, зондирует почву. Я считаю, это правильно, потому что, например, люди приносят, например, какой-нибудь, там, парфюм, которым я не пользуюсь, там, или сладкий, или еще какой-то, да, то есть, очень много моментов. Поэтому, я думаю, что вот такие вот, какие-то личные вещи, например, там, какой-то свитер, джембер, рубашку, тоже я считаю, что дарить нужно очень-очень осторожно, потому что нужно знать размер, как бы, у человека, да, там, вратник, какой у тебя размер, да, то есть, рост там и все остальное. То есть, это настолько, вот, личные какие-то вещи, которые, как я, отношу, как бы, к глупым подаркам, потому что, скорее всего, в 99% этот подарок будет не по размеру, да, поэтому он будет либо передарен, либо кому-то дальше отправлен, да, по цепочке. Поэтому, вот, я тоже, как бы, личные вещи отношу тоже к разряду бестолковых вещей, но есть и исключения. Например, такие вещи, как, там, ну, я не знаю, там, шарф какой-то, да, или, там, платок для девушки, или какой-то аксессуар, там, в виде, например, ну, какой-то, ну, не знаю, крутой бейсболки, там, или еще что-то, да, вот это еще можно как-то, да, там, ну, понять, что ли, этот подарок. Так, и из чего напрашивается вывод? Как же правильно выбрать подарок? Ну, вообще, я считаю так, что лучше всего, конечно, взять и просто тупо спросить у человека, что тебе подарить? Конечно, ответ будет простой, банальный, да мне ничего не надо, там, туда-сюда, на что есть тоже маленький совет, спрашивать нужно не у человека напрямую, да, а у его родственников, да, там, у сестры, у брата, у жены, у знакомых, там, у членов его семьи, потому что они, скорее всего, вам скажут, что вот эта вещь у него уже есть, или таких вещей уже несколько, и я бы, например, там, рекомендовал, там, тебе, либо, там, акцент сделать, там, например, на вещи какие-то, либо на технику, либо еще на что-то, да, и я думаю, что в том, что вы спросите, какой подарок человеку подарить, ничего плохого нет, и я не считаю это, как бы, дурным тоном. Некоторые говорят, вот, подарок должен быть необычным, не, как бы, с сюрпризом, там, и все остальное, но я считаю, что уже прошло то время вот этих сюрпризов, потому что у меня, помню, как-то время, период был, у меня таких сюрпризов было просто гора и маленькая тележка, что с ними делать, я тоже не знал, поэтому такие сюрпризы лично мне не нужны, то есть я лучше буду четко знать, какой мне подарит человек подарок, во-первых, я буду точно знать, какой я на следующий день рождения или на Новый год примерно подарю подарок ему, потому что мне будет неудобно, поверьте мне, если мне человек, например, на день рождения подарил, там, к примеру, айфон, а я ему приду и подарю, там, цветочек, да, то есть это тоже, как бы, как бы мы не хотели, но это тоже в нашей голове, как бы, откладывается, то, что если человек дарит хорошие подарки, одаривает тебя вниманием, там, какими-то, ну, дорогими вещами, да, то есть, соответственно, какие-то дни рождения, там, все остальное. То есть, и ты точно так же к человеку относишься, то есть, получается какая-то некая, ну, взаимосвязь, обратка некая. Вы напишите в комментариях, согласны ли вы с моим утверждением или нет, но я считаю, что подарки должны быть со смыслом, даже пускай они будут недорогие. То есть, что я имею в виду? Не каждый, конечно, смотрящий меня, там, на той стороне экрана, может себе позволить купить, там, айфон на день рождения, там, другу или еще что-то. Да, совершенно верно, но можно, например, купить какой-то понтовый крутой чехол к айфону или какой-то аксессуар к нему или там, я не знаю, что еще. То есть, вот опять же, да, у нас на канале сейчас в ближайшее время будет объявлен конкурс макбука. Я же перед тем, как подумать, какой я хочу сделать приз на этот конкурс, я же тоже провел кучу опросов и всего остального. И все мнения сошлись к тому, что нужно что-то делать из разряда Эппла, да. И мы приняли вот разыграть макбук. Вот, я не скажу, что я такой умный, просто люди так считают, понимаете. И еще бы, что я хотел, как бы, отдельно отметить, то, что вот есть, как бы, такие подарки, за которые, ну, как бы, универсальные, что ли, подарки, да. Сейчас мы тоже о них поговорим. То есть, что я имею в виду? Ну, во-первых, я, например, в общении с тем или иным человеком уже точно и четко знаю, какой он, скажем так, на что он ориентирован, что ли, да. То есть, какие приоритеты у него в жизни, например, ну, вот у меня в моем окружении очень много людей есть, как бы, которые очень любят, например, там, ну, я не знаю, там, хорошо и положительно относятся, например, к, ну, к Богу, к религии, к таким вещам, да. То есть, там, ходят в церковную школу, у меня много, достаточно таких людей. И у меня просто возникает простой вопрос, что ему подарить, у меня ответ сам по себе приходит, да. То есть, какую-то икону, например. Вот у меня был ролик, там, я выбирал подарок, подарок своему другу, там, на, соответственно, юбилей, там, свадьбы, да. Я исходил из того, что молодая семья, там, что подарить, да, сложный вопрос. Конечно, молодая семья, как бы, кажется, что все нужно, да, там, не знаю, там, начиная от бытовых каких-то вещей, от бытовой техники, заканчивая какими-то интерьерными вещами для дома. Согласен. Но это все, как мне кажется, ерунда. То есть, этот подарок, он быстро забудется. Я подумал, так посидел и думаю, вроде бы, люди обвенчанные, вроде бы, православные, вроде бы, ходят в церковь, вроде бы, там, то есть, ага, думаю, хорошо, значит, подарить икону, окей. Но, как-то, вот, обычную какую-то икону подарить, как-то, вроде, ну, слабовато. Думаю, подарить нужно какую-то антикварную икону. Ага, уже дальше двигаюсь. Где ее купить? Поехать в антикварный магазин. Да, правильно. Приезжаю туда, смотрю, его зовут Александр, ее Анна. Ага, выбираю по святым. Какую икону подарить? Выбрал. Там, по цене, как бы, договорились. Все, я пришел. Вот, я, ну, если честно говорить, то есть, ну, мне было приятно, то, что мой подарок оценили, да, то есть, мой подарок, вот, сколько лет уже, там, прошло, да, мне до сих пор звонят и говорят, слушай, говорят, вот, твоя икона стоит на самом видном месте, мы там, вот, ну, как бы, спасибо, да. То есть, классный подарок, понравился. И вот такие, вот, как бы, нужно анализировать, нужно смотреть, на что сделать акцент, какой подарок подарить. Потому что бывает, например, ну, условно говоря, там живет семья, один так относится, например, к иконам, другой вообще в это не верит. То есть, тогда сразу говорю, этот подарок не подходит, то есть, нужно что-то выбирать другое. Очень хорошая вещь, вот, поверьте мне, так называемые сертификаты, вот, обратите тоже на это внимание. Тем более, вот, сейчас вот впереди, как бы, праздники, там, и новогодние, и все остальное. Чем порадовать, там, своих близких, родных, друзей, там, коллег по работе, да, я считаю, что есть одна универсальная вещь, это так называемые подарочные сертификаты. Я сам точно так же ими пользуюсь. То есть, я даже, вот, хотел, ей-богу, на эту тему сделать ролик, но что-то все-таки как-то у меня то руки, то ноги туда не доходят. То есть, есть подарок универсальный для любого мужика, вот, девчонки, прям, берите себе, как говорится, записывайте на бумажку. Называется элитное бритье, то есть, можете просто погуглить, в интернете набрать. То есть, каждый мужик, да, по-любому, каждый день, там, бреется, да, то есть, для него это определенный, как бы, ритуал, определенный такой, ну, скажем так, ежедневный мацио. И есть очень классная штука, но, опять же, это стоит, там, каких-то денег, по-моему, 2 или 3 тысячи рублей. Вы сейчас скажете, это дорого. Да, согласен, ну, как-то можно уж как-то раскошелиться и своему дорогому, любимому человеку подарить такой подарок на день рождения, например, да. Это элитное бритье, то есть, при пятизвездных отелях, например, в той же Москве или Питере, есть так называемые салоны красоты, в которых можно, вот, купить, выкупить этот сертификат. То есть, вы приходите в этот салон, покупаете сертификат, дарите своему близкому, там, или другу своему. И, соответственно, он, приходя в этот салон, не оплачивает процедуру, а просто рассчитывается так называемым сертификатом. Либо берет услугу там дороже, но ему вычитают эту сумму за сертификат. Я считаю, это классный подарок. Точно так же к девочкам это относится, да, то есть, вы мужики, там, ребята, парни, да, то есть, можно взять такой же сертификат и подарить, например, девушке там, ну, условно говоря, какие-то процедуры, либо какую-то стрижку в салоне красоты, тем более, как я уже сказал, праздники, да, все хотят быть красивыми, нарядными и все остальное. Куча разных вариантов и абсолютно это недорого, то есть, здесь можно подобрать какой-то вариант, какой-то вариант компромиссный, что ли, да, и не обязательно всегда потратить много и кучу денег. Ну, если говорить, конечно, о подарках девушкам и каких-то вот таких сюрпризов, обязательно к основному подарку прикладывайте цветы. Это стопроцентное попадание, понимаете? И опять же, не просто банально купить какой-то букет или еще что-то, да, закажите композицию, пускай она будет подороже, но вы придете и вы будете в центре внимания, в любом случае все девушки однозначно любят цветы, ну, за, может быть, каким-то маленьким исключением. Поэтому я думаю, что если вы будете дарить девушкам цветы, вы будете на высоте, и это вас только будет облагораживать в ее глазах. И не все, например, любят цветы к дню рождения, например, я себя к таким людям отношу. То есть я всегда говорю, те люди, которые ко мне приходят, я говорю, ребят, ну, не тратьтесь на цветы, ну, как бы я спокойно к ним отношусь. И я считаю, что вот, ну, в основном мужики как-то к цветам относятся, ну, как бы нейтрально, что ли, да. Вот жена у меня безумно, Виктория, любит цветы, то есть, ну, просто безумно. То есть у нас даже если нет никаких-то праздников, еще что-то, у нас всегда в доме есть цветы, да. И это здорово, цветы это настроение, цветы это классно. Вот, что я еще хотел сказать по поводу выбора подарка. Ребят, вот напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас, может быть, есть секреты по выбору подарков. Потому что на самом деле это актуальные вопросы. Я сам постоянно задаюсь этим вопросом. Кому что подарить? Например, там человек, которому там уже там, ну, исполняется 50 лет, это один подарок. Там молодой пацан, там, которому там 18-20 лет, это другой подарок. То есть напишите, какие вы вот в последнее время дарили подарки. Не надо писать стоимость, просто вот на что сейчас народ клюет, что нравится. Ну, кроме, наверное, техники, этих Эпплов, там, Макбуков и все, что с этим связано, да. Мне просто интересно. Давайте в комментариях эту тему пообсуждаем. Ну и все, что, ребят, скоро конкурс, скоро сходка. 5 декабря тоже не за горами. Всех еще раз хочу пригласить. Улица Мельникова, дом 7, Клуб 7. Приходите, все новости, все интересные, все движения есть в группе Добра и Позитива, в нашем паблике Добра и Позитива. Так что буду рад всех реально видеть. Будет крутая программа, уже встречался с ведущим, с диджеем, будет интересно, короче, не буду раскрывать всех секретов. Все, всем добра и Позитива, с вами был Сергей Симонов. Чао, пока! Позитива Позитива